Дорогие мои, вот сегодня вы пришли и вступили в штаб по избранию президентом Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в 2018 году. Вот что-то вас к этому же привело в принципе, что-то подтолкнуло, что именно, вот почему именно он должен быть президентом и в 2018 году? Вот почему вот так рано начали? Кто что может сказать по этому поводу? Ну поговорите, не стесняйтесь. Нет, ну вы просто переживаете за то, что если президентом станет кто-то другой, типа с курса, забьем тебя... Это очень страшно. Ну я поэтому, вот как-то так вот этот вопрос задаю. С чем связана ваша тревога за 2018 год? Это страшно, у нас такого другого нету, как Путин. Он все долги отдал, которые Ельцин набрал. Потом он сэкономил денег, кучечку собрал, чтобы было НЗ у него. НЗ у нас, скорее всего. Он не для себя только собирает, он для всей России. Нет, для России, для России. Вот. И он помогает людям. И вообще, не дай бог, что-нибудь случится, другого выхода нету. Вы просто переживаете за то, что может при его уходе повториться ельцинский вариант развития, как вот было при нем, когда страна Центробежная, там Центрозавета сама пыталась развалиться и так далее. То есть, вы считаете президента России крепким? Крепким, крепким. И очень крепким. У нас другого нету кандидата, кроме Путина. Нет, я вам задаю этот вопрос просто из-за того, что задаю. На самом деле, я сам, конечно, так же считаю. Просто хотелось бы узнать ваше мнение. Вот что вас привело? Ну что тебя привело? Ну, скажи. Ну, нет, я, конечно, за Путина. Он все для народа делает, для Единой России. Он, если надо куда-то, для заграницы, вот помощь, это он всегда помогает первое, это. Надо вот, чтобы вот так случилось 200 чем-то человек. Он все это. Это трагедия. Да, это все он, это, всех это праздники, все это он за это сделало. И народ, для народа он очень помогает. Единая Россия, если пока считают, что он достойный и он... Ну, я полагаю, Единой Россией можно назвать всю Россию. Единой, я имею в виду в том плане, что великой и серьезным государством. То есть мы на сегодняшний день пытаемся занять то место, с которого нас, благодаря усилиям некоторых предателей, немножко, так сказать, сдвинули. Если бы я говорил о Горбачёре, там, и о другом товарище, и так далее. Но дело даже не вею. Дело, как внутри наши люди будут жить вот при этом, понимаете? К сожалению, экономический кризис тоже сказывается все-таки, это очевидно и чувствуется. Но экономический кризис существует во всем мире на сегодняшний день. Не только у нас, не только нам тяжело, тяжело всем. Я вас уверяю, и пакистанцам, и этим самым, и американцам, и в Бельгии не очень хорошо, если уж так быть до конца честным. Хотя оппоненты Путина всем рассказывают, как там прям золотой дно, а у нас опять мы куда-то не туда покатились. Мы богатейшая страна. А вот как вы думаете, почему нас не любят все? Потому что мы богатые. Вот видите, вот потому что у нас богатая земля. У нас очень много ресурсов, поэтому они хотят все это забрать к себе, в свои руки. Поэтому они хотят расчленить нас, то есть на мелкие такие вот республики, государства. А потом с каждым побороться и забрать все эти ресурсы себе. А потом еще у нас не только, вот рейтинг очень его поднялся, когда мы забрали Крым свой, родной. Да, Крым теперь, да. Вот, тогда тоже. У него рейтинг поднялся, и вообще народ тогда воспрянул, духом воспрянул. Не только духом, но и все прямо вообще были очень довольны этим, потому что наш Крым вернулся в родную Россию. Да, хорошо, что он сказал. Понимаете как, да. Поэтому... Опять-таки, жесткость по отношению к террористам. Да, к террористам. Поэтому мы все за Путина и поддерживаем, и благодарим его, что он есть у нас такой человек в России. Кто-нибудь еще хочет высказаться. Я вот даже хотела бы сказать, что благодаря ему вся наша страна чувствует какую-то уверенность. Пока Путин будет у власти, пока он будет руководить нашей страной, мы уверены, вот я лично уверена и в своей семье, что у нас будет благополучие. У нас не будет таких вот обездоленных людей, которым он... Этим помогу, этим не помогу. Он не считается Сирией, это Каир или там что. Но он старается всей душой помочь всем. Всем, кто попадает в такую тяжелую ситуацию. И поэтому, мне кажется, на данный момент другого пока кандидатуры нет. И надо его просто как бы просить или там выходить с таким предложением, чтобы он откликнулся на нашу просьбу и дал согласие баллотироваться в 18-м году. Знаете, я вам скажу, Владимир Баджи, я думаю, он откликнется все-таки. Потому что миллионы и миллионы граждан России хотят, чтобы в 2018 году президентом Российской Федерации стал Владимир Владимирович Путин. Спасибо, спасибо вам большое за то, что вы принимаете участие. Я думаю, вместе мы еще поработаем.